Новое поколение беспроводных технологий 6G придет к нам уже в 2030 году. Об этом говорят на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, крупнейшем в мире мероприятии в области мобильных технологий. От студентов-медиков, тренирующихся проводить операции на голограммах, или приложений, которые опознают человека по сердцебиению, до систем, которые не позволят потерять мобильную связь в лифте. Все это уже ближе к реальности, чем мы себе сегодня представляем. Когда я впервые сделала, люди были шоканы, потому что 6G не будет определена. Как вы будете вложить этот сателлит, если мы не знаем, что это будет? И моя ответственность к этому является, что мы не знаем, что мы хотим contribute к идее. Что мы знаем, есть определенные технологии и блоки. И с этим, мы строим экспериментальный сателлит. Это как лабораторий, что, вместо того, чтобы быть на земле, это важно, что это происходит в орбите, чтобы мы можем тестировать в реалистичном способе против террестриевых нервов и вместе с террестриевыми нервами. 6G позволит обмениваться данными с пиковой скоростью до 1 терабита в секунду и задержкой не более 1 микросекунды. То есть скорость передачи в 50 раз выше, чем при использовании 5G, а задержки в 1000 раз меньше. Эксперты полагают, что это приведет к снижению энергопотребления и потенциально может способствовать экологической чистоте цифрового будущего. Вы не должны потратить слишком много времени на рекалкуляторе, или на коллекторе данных манулировки, и добавить много времени в этот процесс. Глобальная взаимосвязанность ставит перед человечеством новые вопросы. обостряя проблемы безопасности и защиты личных данных. Мы идем в новую эпоху, в которой вещи будут более автоматизированы, что означает, что они будут меньше внимания, скажем, от людей. И поэтому нужно осуществить, что эти точки зрения защиты будут защитены. 6G позволит нас полностью интегрировать в виртуальные миры, как эта холографическая коммуникация. Пустили диджитал к новым экстремям, которые мы пока не можем не представить. Марта Родригет, в Барселонах, за Евроньюс.